Добрый день! На сегодняшнем уроке мы поработаем с прямыми мышцами живота и поработаем очень осознанно. Самое важное, чтобы вы не торопились и не применяли привычные для вас схемы выполнения движения. Обычно это движение рывком, то есть, когда движение выполняется рывком как в начале, так и в конце и неконтролируемое расслабление. Для себя понимаем анатомически. У нас лонный симфис, лобковая кость, прямая мышца живота через мечевидный отросток, пятое, шестое, седьмое ребро. Две мышцы, идущие вдоль прямой мышцы, белой линии живота и таким образом мы попробуем сейчас подключить ее с двух сторон. Мышца, сокращаясь, может тянуть одно костное крепление к другому и наоборот, а может сокращаться одновременно. Обязательное условие мы следим за тем, чтобы животик не приподнимался вверх. Таким образом будет выключаться поперечная мышца живота и внутрибрюшное давление будет увеличиваться, что плохо сказывается как на работе органов, внутренних органов, так и на мышцах тазового дна. Ложимся на спину. Почувствовали свое тело, ощутили прямые мышцы живота, почувствовали точки крепления и теперь начинаем выполнять движения. Переплетаем пальцы рук, кладем их под затылок, сократили мышцы живота, застабилизировали таз, таз не двигается, приподнимаемся вверх, локти смотрят параллельно друг другу в сторону потолка, мы на верхних краях наших лопаток и сократили мышцы живота так, чтобы таз не двигался, отрываем одну стопу, нога на себя, держим мышцы живота, таз у нас не катится назад, отрываем стопу. Наша задача двигаться коленями и локтями по 10 сантиметров навстречу друг другу, причем нам нужно это делать медленно, как в одну, так и в другую сторону. Что мы должны убедиться? Мы должны убедиться, что у нас это синхронное движение, что мы не рвем и нет ощущения, что или руки дорабатывают большую часть движения или ноги. Медленно начинаем выполнять, на выдохе начинаем движение, раз и назад, два, очень маленькое движение, еще разочек, навстречу друг друга, синхронно и вниз. Фактически мы поднимаемся до нижних углов лопатки, держим живот вниз, еще разочек, и вниз. И последний раз. Отлично! А теперь наша задача выполнить движение только на три сантиметра. Выдох и назад, вдох. Выдох и вдох. Выдох. Держим животик, шею, не тянем, вдох. Еще два раза. Выдох, вдох. Последний раз. Выдох, вдох. И начинаем выполнять амплитудное движение на десять сантиметров. Выдох и назад, вдох. И еще разочек. Синхронно выдох и вдох. Еще один разочек. Выдох и вдох. Одна нога вниз, вторая вниз. Опустились вниз, расслабились. И попробовали ощутить, нашлись ли прямые мышцы живота. Есть ли они в ощущениях. Если вы чувствуете больше напряжения со стороны грудной клетки, или наоборот, со стороны лунного синфиса, значит, какая-то часть группы мышц не дорабатывает. И когда вы будете выполнять следующий раз, постарайтесь обратить внимание, насколько это движение ровное и правильное. Поворачиваемся на бок, садимся. Вот такими маленькими движениями. Вы можете после того, как мы сделали на десять сантиметров, сделать опять на три. Вы можете очень изолированно научить себя сокращать мышцы без рывков, управлять этим движением, и только потом стремиться к движению, когда мы локтями касаемся колен. Вот тогда это движение будет максимально эффективным и будет максимально стимулирующим для развития мышц живота. Желаю успехов в освоении собственного тела.